Ни мундиаля, в ресторанах не меньшие соревнования. В зале и на кухне ни минуты передышки. В эти дни здесь кормят болельщиков. Вчера были иранцы и испанцы. Ушло примерно 20 килограммов плова. А это выбор дня болельщиков сегодня. Как мы видим, все калорийное. Несмотря на теплую погоду, выбор все же падает на жирное мясо. Едят много мяса. Я не знаю почему. Мясо, кумусы, испанцы, иранцы. Плов. Наш национальный очень вкусный плов едят. Плов, все виды пирогов на десерт, талкашкаляуэ, чакчак и просто мед. Болельщиков не назвать гурманами, считают рестораторы. Но они любят горячее. Буквально с огня. Ели хашламу, шурпу, шашлык, а еще круглые пирожки с фаршем. Рис с мясом, а также большой пирог с начинкой из мяса. Но кто-то выбирает морепродукты. В основном болельщики из Азии. Корея, Япония, Китай. Жителям этих стран подают роллы, супы и фунчозу. Здесь очень хорошо готовят для иностранцев. Кухня очень вкусная, очень похожа на традиционные китайские блюда. У нас меню на нескольких языках. На итальянском, на испанском, на французском, на китайском, на английском соответственно. Ну и на русском. Иначе справиться с такой географией гостей было бы невозможно. Хотя официанты, обученные английскому, иногда на помощь приходят и жесты. В ресторанах подсчитали. В дни чемпионата людей стало в три раза больше. Фанаты. То есть это большой очень поток людей. И он разнообразный. Официанты не раскрывают размера чаевых, но признаются, за хороший сервис болельщики не скупятся. Спросят, если честно, русское национальное блюдо. То есть водку русскую национальную, борщ, столичный. То есть что-то в этом роде. Этот бар испанцы прозвали типичным английским пабом. Со дня на день здесь ждут уже болельщиков из Польши и Колумбии. На этот случай повара заготовили мясо, овощей и картофеля. Ведь в этих странах едят почти то же самое, что и в России. Меню футбола, как и сама игра. Вкусное, острое, горячее. Рамиль Шайтулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.